20-я школа находится недалеко от МЧС, поэтому здесь спасатели частые гости. Показывают ребятам новинки спецоборудования. Сами, по сути, вчерашние школьники, а сегодня они уже профессионалы. Контакт с детьми нашли быстро. Смотрите, кто не видит. Такое увидишь редко, поэтому самые интересные моменты ученики стараются снять на камеру телефона. Ребята узнают, для чего нужны спасателям гидравлические кусачки, расширители, которые способны поднять на небольшую высоту даже машину, световые мачты. Спасатели объясняют, даже при суперсовременной технике сотрудникам МЧС приходится нелегко. Тут нужны очень крепкие нервы, чтобы контролировать собственные эмоции при спасении человека. Каждый спасатель должен в голове понимать, что это очень тяжелая работа. Даже в физическом плане это понятно, но больше всего в моральном плане, потому что видеть горе людей. 27 декабря сотрудники МЧС будут отмечать свой профессиональный праздник – Всероссийский день спасателя. Собственно, к этой дате и был приурочен необычный урок для учеников пятых, шестых и седьмых классов. А уж когда в поле зрения появился лабрадор, детским эмоциям не было предела. Собаке Кари два с половиной года. Она тоже ученица, профессионально учится искать людей, попавших в беду. Только через год получит аттестацию. А пока показывает в выполнении команд кинолога, но быстро, шустро, с азартом находит ребят, специально спрятавшихся под лестницей. Она знает просто запах человека и идет на запах человека, который, допустим, если человек будет стоять, то он не пострадавший, все хорошо у него. А если человек будет лежать или сидеть и не может пошевелиться, деревом, допустим, придавило, она будет сразу видеть, что этому человеку нужна помощь и начинает его озвучивать своим голосом. Что она нашла, идите сюда, помогите, спасайте, доставайте. Дети были в восторге. Каждому хотелось подружиться с ученой собакой. Детям эти уроки очень интересные. Они видят воочию практику сотрудников МЧС. Потому что то, что нам сегодня показывали, это наша жизнь, в которой наши дети находятся. И ребята должны знать, как себя вести в той или иной ситуации. Вплоть до 27 декабря сотрудники МЧС побывают еще в ряде школ, где также расскажут о работе, так необходимой людям. От 25 декабря в Южном региональном поисково-спасательном отряде с 10 до 12 часов будут рады любым гостям. Там пройдет день открытых дверей.